В начале выпуска главное о ситуации вокруг коронавируса в нашем регионе. Обо всех актуальных данных, связанных с COVID-19 на территории Белгородской области, ежедневно на брифинге докладывает Департамент здравоохранения. А наши журналисты делают все, чтобы вы оперативно получали официальную информацию. Главная хорошая новость, за сутки ситуация не изменилась. На 3 апреля количество заболевших коронавирусом в регионе не увеличилось. Их по-прежнему пятеро. Это жители Белгородского района, Алексеевского, Шебекинского и Старооскольского округов. Их состояние легкой и средней степени тяжести. Они проходят лечение и остаются под наблюдением медиков. У пользователей сетей возникает вопрос, почему на федеральной онлайн-карте распространения коронавируса в России в нашем регионе отмечено 6 случаев коронавируса. Поясняем. В этой статистике первый случай с Белгородкой, которая заболела уже по приезде в Москву, там же прошла лечение и была выписана с выздоровлением. Сегодня же на брифинге сообщили, что под наблюдением в обсерватор прибыл еще один человек, который не может проходить самоизоляцию в домашних условиях. Оказался очень сознательный мужчина, спасибо ему, житель нашей области, который по своим профессиональным занятости был в Польше. Прибыл 8.15 утренним поездом вчера утром и прибыл самостоятельно на своей машинке, которая в СССР, прибыл наш обсерватор Валойки. И сдался самостоятельно. Его померили температуру и все прочее. И значит он сейчас сидит в отдельной комнате на самоизоляции. В медучреждениях региона симптомами ОРВИ остаются 11 белгородцев. Также в регионе зарегистрировано 1115 случаев внебольничной пневмонии. Это обычная статистика для весеннего сезона. Цифра не быстрая, но все же с каждым днем идет на спад. И все такие пациенты проходят дополнительно тест на коронавирус, как рекомендует Минздрав. Это ежегодная в период сезона гриппа. Эта цифра у нас всегда коррелирует от 900 до 1500.